приветствую вас в новом уроке видеокурса анимация с нуля в adobe h-animate меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами разберем сайт анатомии мышц это реальный сайт он уже имеет свой адрес в интернете вот вы его можете видеть здесь давайте его разберем у нас имеется макет человека и название мышц вот в таких вот кнопочках чтобы посмотреть какая группа мышц где находится нужно только кликнуть по интересующие вас кнопочки вылезут направляющие мышца подсветится кнопочка подсвечивается тем же цветом высвечивается вот такой вот play значок смотрите видео инструкцию и при клике открывается новая страница где уже идет видео с youtube сразу говорю половина сайта сделаны в мюз и самое вот эти вот интересные анимационные эффекты вот этот человек соответственно этого 1 анимашка которая сделана в adobe h-animate потом я ее просто перенес мюз и в мюзе я продолжил соответственно в этом уроке мы разберем именно вот это вот самый сложный момент да как я делал этого человека он не сколько сложный сколько по времени у меня наверное ушел целый месяц только делать вот эти мышцы я нашел картинку большую 1920 по ширине вот этого человека мне пришлось на фотошопе вырезать отдельно каждую мышцу давайте произвольный цвет и только потом все это перебрасывал в adobe h-animate если сверху посмотреть вот это вот человек вращается это просто кусок видео зацикленный в adobe h-animate здесь думаю останавливаться подробно не будем вот то есть менюшка верхняя это все уже adobe muse вот ну и давайте с самого начала открываем photoshop вы видели человек у меня там серый да вот я просто нашел картинку в интернете человек был уже изначально весь такой кровяной не знаю как это назвать и что мы делаем я значит беру вот я взял цветовой тон насыщенность и просто сделал его таким серым да как у меня устроены мышцы вот например нет не тот пример вот грудь и как вот это было реализовано я просто взял инструмент инструмент прямоугольный лассо и аккуратненько вдоль груди вот так вот прорисовал зажатым шифтом начал рисовать вторую я сейчас не аккуратно делаю чтобы вам просто показать не хочу ту же самую работу проделать еще раз вот мы выделили цветовой баланс вот выбрали цветовой баланс и у меня там такой зеленоватый был цвет то есть например вы определили оттенок просто-напросто не слишком чтобы был шибко яркий окей и нам нужно это дело именно скопировать до правой кнопкой мыши и скопировать выделенную область скопировать на новый слой вот у нас появился слой видно да все просто то что здесь у нас окрасилась тоже да вот я отключаю слой это тоже мне было нужно потому что когда я его всего окрасил все мышцы у меня получилась еще вот такая вот картиночка вот он весь был окрашен и это мне нужно было для кнопки показать все вот эти направляющие были нарисованы тоже фотошопе черные вот эти то есть сначала когда я его всего раскрасил потом рисовал направляющие и уже на сайте есть кнопка показать все я не нажимаю и у нас подгружается поверх просто включается картинка вот это нарисована и уже с направляющими управляющие были точно нарисованы под нужные кнопки да вот поэтому он мне здесь нарисованный тоже был нужен сначала то есть я все мышцы отдельно потом их сохранил вот так вот выделил а а потом уже всего нарисованного сохранил еще раз думаю здесь понятно фотошопе дальше все идет по аналогии нет смысла объяснять давайте переходим в адобе h-animate в адобе h-animate я покажу вам на примере груди сделаем с вами вместе одну кнопочку также то есть абсолютно повторим как она здесь есть вот и дальше нет смысла будет делать потому что все эти кнопки сделаны по аналогии поняв одну кнопочку вы сможете проделать все остальное потом вот начнем мы это сделаем и еще и вам покажу как сделал я показать все и смотрите что я еще здесь сделал интересного вот когда у нас не активирована ни одна кнопка если я навожу на любую кнопку видно по что появляется пальчик и мы можем нажать на люкнул на любую кнопку я решил пользователь ограничить есть мы клипом на любую кнопку но пока мы не нажали вот этот крестик у нас видите я кликаю не активны ни одна кнопка вот я решил ограничить ограничить пользователь чтобы он тут не кликал не накликовал это не открывалась куча вот этих вот всплывающих мышц пока не нажмем крестик у нас неактивно все также покажу как я это сделал создаем новый слой у меня он 1920 на 4 410 то есть у нас у меня действительно по ширине он такой здоровый из папочки своих материалов я сейчас выложу готового человечка вот теперь я выложу грудь и по клику на кнопку нас вот такой вот еще круглый объект да есть это у нас вот такая вот картиночка но это же сразу сюда перебрасываем она у нас где-то здесь будет включаться так отключаем пока вот этот вот объект я сначала выровнял все мышцы когда выложу уже в энджин аниме да вот так вот мне пришлось выравнивать каждую мышцу можно кликать по глазику смотреть ли она дергается то немножко ее поправлять вот сейчас она ровно сидит вот задний основной фон можно заблокировать вот что мы делаем у нас изначально же они все выключены сразу нашу грудь грудь заключаем символ можно сразу зайти в грудь и отключить ее off и чуть дальше включить вот вот значит вот 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 он у меня был просто чуть серенький и у него имелся рамка в один пиксель такая потемнее примерно так берем потом текст ровно такого же размера прям рисуем прямоугольник и пишем грудь выбираем ей какой-нибудь шрифт размерчик здесь не суть а просто вам показать дальше мы делаем дубликат нашему ректэнглу это будет заливка то есть когда кнопка окрашивается в цвет после нажатия сразу выделяем три наших объекта и группируем в символ кнопка 1 кнопка 1 назову заходим в символ берем наш второй ректэнгл даем например ему тоже зеленоватый цвет какой-нибудь в самом начале мы ставим стоп берем transform tool выбираем откуда вы хотите чтобы цвет выезжал включаем анимацию выбираем какой-нибудь эффект двигаем именно пин и двигаем так чтобы ее не было видно вот у нас выезжает видно да зеленый этот цвет и в начале теперь ставим здесь off именно на выделенном зеленым нашим ректэнгл да и здесь он вот и в конце здесь стоп и в начале анимации мы ставим тоже лейбл 2 например выходим из символа так кнопочку пока мы оставляем давайте нарисуем крестик где-нибудь рядышком и ставим например просто x и немножко его наверное увеличим а здесь мы его поднимем так тоже сразу можно заключить его в символ назовем его close в самом начале как вы помните у нас ничего не видно close и появляются только когда активирована кнопочка да и по нажатию она выполняет обратное действие и закрывает саму себя поэтому в самом начале заходим в close здесь уже вы делали похожую операцию в предыдущих уроках здесь надо вначале поставить хайт чтобы ее вообще не было видно потом мы ставим стоп а потом мы ставим шоу вот таким вот образом напротив шоу мы ставим лейбл например 3 анимация отключена выделяем наш x и в трансформ ставим вот здесь 0 она у нас появляется где-то отсюда ставим 100 то есть она у нас появится только по клику да когда кликаем мы на кнопку например грудь да и в конце ставим стоп выходим из символа так давайте сначала на чтобы не запутаться на этих этапах анимируем а потом продолжим дальше делать анимацию да и так выделяем кнопку грудь сразу ставим и палец и close тоже палец грудь должна анимировать и сами мышцы потом направляющие мы нарисуем и кнопку close давайте сначала она активирует close и вот этот вот за заливку которую мы с вами сейчас сделали то есть кнопка заливается зеленым цветом как бы да значит выделяем кнопку 1 open actions клик playback play stage и кнопку давайте сначала close и у нас там по моему 3 лейбл да давайте убедимся да играть с 3 лейбл и теперь сделаем чтобы она анимировал саму себя опять open action все то же самое playback play stage кнопка 1 и мы ей говорим играть со 2 наша грудь имеет у нас лейбл 1 да соответственно эта же кнопка грудь активирует самим мышцы да выбираем грудь и здесь у нас уже лейбл 1 так и давайте посмотрим все ли у нас получилось в браузере смотрим нажимаю на кнопку грудь появился крестик и появилась грудь да пока у нас все правильно получается так давайте рисовать направляющие это не что иное как rectangle только тоненький вот такой да у меня он я даже сейчас помню был 4 пикселя по ширине давайте сделаем ну 4 оставим и был черного цвета потом я ему делал дубликат нам нужно 3 2 укажут на на грудь 1 уйдет на вот этот круглый плей посмотрите видео обзор вот сначала перед тем как конвексировать символ давайте мы с вами дело разбросаем все так вот и у нас еще с вами здесь рамка нам она тут не нужна нам придется каждому ректангу и отключить она тут не к месту да у меня слишком тонко получилось выделяю все и ставлю давайте 5 вот так вот так а эту пока в сторону берем дальше дальше чтобы нам ее покрутить мы берем трансформ двигаем пузынок сюда двигаем где то вот так на мышцу и тянем вот так так теперь давайте за ширину пошевелим посмотрим так она у нас идет видите откуда тянется с другого края поэтому мы ее перевернем и вытянем вот сюда вот сейчас она будет вылезать так как нужно так следующую также ставим и сразу проверяем а вот она не знаю почему она как так сама выбирает из какого края двигаться а нам нужно именно чтобы другая ее сторона двигалась и можете вот так вот ширину двигать так как вам нужно так вот это тоже уменьшим так вот таким образом например отсюда пойдет вот и дальше здесь у нас будет такая штучка круглая play и у нас еще есть эллипсы они вот здесь вот подсвечиваются 16 на 16 пикселей и сразу дубликат давайте увеличим так эту сюда они у нас белого цвета и у них есть рамка в один пиксель черного цвета так у нас рамка здесь так и теперь вот так вот выравниваем немножечко здесь здесь тоже самое направляющую выше вот вот примерно вот примерно так так и теперь вот эти все наши созданные вместе с эллипсами выделяем смотрим чтобы они все были выделены да правой кнопкой мыши конвертую символ они у меня так и называются палки хотя по сути это направляющие видно что палки у нас над кнопкой мы ее смещаем ниже кнопки и таким вот образом и когда мы символ сконвектировали у нас немножко здесь съехали вот здесь вот в кругу да заходим в палки и наши эллипсы немножечко двигаем и палочку вот так и давайте это дело сразу анимируем в начале стоп стоп выделяем абсолютно здесь все и в начале всем офф вот первые у нас выезжают два ректенгла чуть дальше давайте где нибудь всем включим он так и смотрим у нас значит вот эти палочки вот это и вот это мы им вот так тянем за ползунок и их вот так сжимаем до нуля пикселей вот это у нас два вот этих верхних ректенгла поэтому мы здесь им делаем так а эти пока сюда удвигаем вот значит два ректенгла выезжают потом появляются наши эллипсы выделяем их здесь им трансформ ноль вот соответственно двигаем вот эти нули сюда так и здесь у нас тоже вот так сжимаем ее она у нас появится анимацию вот я не выключил у меня тут кадров на создавалась вот их не видно ему пока отключим он эллипсом тоже левые кадры я убираю который я насоздавал и так у нас выезжают сначала две направляющие выделяем их тут теперь мы включаем анимацию можно какой-нибудь интересный эффект двигаем наш ползунок и выделим два наших ректенгла вот здесь где у нас ноль ширина мы с вами двигаем вот так вот так вот так подвинули вот так остановились потому что это достигло нужной нам точки теперь нам нужно только вот эту двигать одну вот вот примерно где-нибудь вот так да то есть вот так вот они оп на этом уровне мы включаем наши эллипсы здесь им он и соответственно bounce им transform 100 то есть они у нас тут вот так вот оп и появились да только они у нас появились где-то непонятно мы уже выстроили потому что а потом я немножко неправильно сделал ничего страшного давайте уберем значит отключим анимацию так прибавим и сразу подвинем их как надо да и соответственно эту тоже например так так выделяем наши эллипсы уберем здесь ключи все значит чтобы не путаться выделяем эллипсы оба на этом уровне им он и опять transform 0 включаем анимацию двигаем немножко и transform 100 вот теперь будет все нормально вот они выехали оп и на этом уровне у нас выезжает последний rectangle вот он здесь его включаем включаем анимацию двигаем ползунок и двигаем его ширину да где-то до этого вот уровня достаточно и в конце мы ставим стоп таким вот образом давайте посмотрим вот примерно так сразу ставим на начало анимации лейбл например поставлю 5 и можем сразу ее попробовать анимировать да выделяем нашу кнопку play play stage палки вот и здесь у нас 5 и у нас с вами все получилось вот так выехала единственное здесь крестик не к месту да но здесь просто я вам показываю а так можно его в принципе сдвинуть куда-нибудь вот сюда вот таким вот образом пускай и а тут пока побудет да давайте анимировать эту штуку для нее нам понадобится вот такой вот элемент png картиночка включаем нашу вот эту картиночку да здесь у нас play вот эту картиночку мы сразу она она у меня специально подготовлен квадратная чтобы я смог из нее сделать круг таким образом таким образом я тут двигаем где-нибудь в центр все в принципе вот это дело можно все уже в символ находим их здесь выделяем обе и в символ назовем как-нибудь так заходим в символ в самом начале по традиции мы ставим с вами у этих штук здесь тоже надо ставить они у нас являются ссылкой да мы ставим здесь хайт потом я ставил все то же самое мы уже сами делали поэтому я быстренько делаю таким вот образом сразу лейбл поставим потом определим она у нас чуть позже появляется вот у нас здесь еще имеется небольшой текст у него такой желтоватый цвет также здесь имеется текст смотреть видео инструкцию убавляем сильно размер соответственно вот эта кнопочка она у нас явно больше можно наверное оставить вот так выходим из символом заходим в палки смотрим где у нас заканчивается анимация копируем время так идем play и вставляем тут наше время и вот здесь где то у нас начнется анимация большой круг здесь уже делайте как хотите я делаю просто вот показать чтобы вам без анимации я также ставлю transform 0 сначала у нас она появляется так вот она у нас появилась включая пока тоже анимацию в самом начале тоже ей так анимацию включим анимацию включили и и и и и и и 100 вот теперь в самом начале также давайте поставим off а здесь ему он на вот таким образом и где-то здесь можно запустить наш текст с ректэнглом их вообще можно сгруппировать чтобы анимировать сразу всю группу начал тоже можно и поставить of даже нужно здесь где-нибудь ей он и давайте отключим пока анимацию сделаем что-нибудь включаем анимацию и здесь двигаем pin и двигаем вот эту штучку вниз чтобы она как-то вот так выскакивала да давайте посмотрим вот таким примерно образом можно даже наверно сделать по длине не машечку вот эту ну да вот так вот интересно смотрится и в конце ставим стоп у нас лейбл 7 выходим из символа идем нашу кнопку и теперь анимируем наш плей до закрываем и так смотрим вот так вот нормально током я забыл сделать у нас немножко пульсирует play заходим в play вот он появился наш а дальше он немножечко пульсирует выбираем обычную здесь анимацию включаю пин вот так вот чуть-чуть вот и делаю например 110 вот а здесь делают 90 и что мы делаем смотрите стоп мы немножко отодвигаем отодвигаем нашу вот эту пульсацию потому что здесь нужно сделать зацикленную анимацию и в конце именно этой анимации ставим еще один триггер playback play вот и в начале ставим лейбл 8 вот он на него будет реагировать вот этот триггер play то есть играй от восьмерки то есть он будет вот здесь вот так вот зациклен давайте посмотрим правильно я все сделал я кликаю и у нас вот так вот начинается как сердцебиение пульсировать и это все дело у нас пальчик потому что здесь у нас будет ссылка выхожу из символа выделяю здесь символ play и ему палец тоже теперь нам нужно работать вот с этим крестиком он нам должен все закрывать но некоторые моменты он не просто закрывает обратите внимание я сделал как бы прокрутку то есть играть он анимацию в обратную сторону то есть вот эти многие вещи чтобы придать зрелищности я сделал чтобы играл в обратную сторону и такие моменты как вот этот play и вот эти направляющие они играют в обратную сторону нас также в обратную сторону играть заливка кнопки поэтому заходим в play после самого последнего триггера стоп нам придется делать еще одну анимацию где мы зададим новые лейблы для именно вот этого закрытия чтобы он играл именно обратно для этого можно сделать проще выбираем нашу с вами основную картиночку вот большую да она у нас вот мы за верх анимации мы ее сейчас скопируем дальше вот так вот за стоп уводим ползунок и там же ставим ту же самую анимацию только здесь нужно убрать вот этот вот он он наверное здесь даже не нужен здесь вот смотрите мы пустим в обратную сторону анимацию и на этом стопе напротив анимации выделяем ее наверное надо будет ставить off да ну тогда ее не видно значит и в самом начале также здесь все повторяем офф и он с вами вот так она уходит и все тут закрылась так здесь мы все оставляем здесь у нас все работает скопировали значит анимацию выбираем теперь наш вот этот play чик выделяем его здесь ищем он начинается вот здесь вот его анимация выделяем только вот эту анимацию нам не нужны вот эти пульсации копии и она у нас здесь сразу начинается где-то вот отсюда так уходит она и здесь мы есть ставим тоже стоп наверное вам будет сейчас сложновато это понять но если вы попробуете это поделать со временем придет с опытом то есть смотрите мы запустим вот здесь от лейбла и и в обратную вот так сторону и она воткнется вот в этот стоп и у нас все получится вся задумка сейчас вы посмотрите так нам осталось вот это дело закрыть она начинается у нас вот здесь выделяем нашу анимацию копии и также здесь вставляем пасть и на последнем стопе тоже ей офф вот таким вот образом обратно сыграл и здесь тоже в конце самым стоп так вот ну и соответственно здесь теперь ставим лейбл какой-нибудь девятку например сразу говорю ставьте не напротив не напротив триггера стоп да чуть дальше так или стоп уберите чуть дальше а если хотите чтобы анимация полностью проиграла ну и давайте попробуем сразу повесить вот на x посмотрим как у нас что получилось выходим из символа ищем наш x open action клик playback и мы выбираем play reverse stage и play и вот здесь скобках 9 и смотрим в браузере что у нас получилось итак я нажимаю грудь у нас проиграла и теперь нажимаю крестик оп 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 только у нас что-то тут с текстом видите он вроде исчез а потом остался давайте посмотрим что за косяк смотрите на анимацию вот если выделяем видно здесь один процент от 1 идет от 1 идет до 100 мы ставим в конец начало анимации выделяем анимацию один процент это здесь трансформ кликаем ставим там ноль вот ставим ноль и все равно у нас идет косяк какой-то тут если у вас вот что-то подобное происходит знаете что сделать лучше вот удалить конечную анимацию и просто ее сначала прописать то есть здесь например назад назад вот теперь вы ее здесь удаляете итак я удалил эту анимацию вообще с группы из начала и в конце непонятны какие-то здесь растяжки стали происходить здесь просто группе в начале также off потом здесь он выбрал трансформ за ползуночки поправил вот таким образом без анимации вот теперь включаем анимацию выбираем эффекты двигаем вперед пин и двигаем например за верхний ползунок у нас с вами вот эти вот идут 73 процента вот здесь трансформ чтобы тут не двигать здесь сразу ставим ноль то есть вот таким образом будет появляться и здесь уже проблем не должно быть отключаем анимацию копируем нашу анимацию двигаемся сюда и вставляем ее здесь вот здесь она у нас обратно проиграет все должно быть нормально и контур энтер и посмотрим что у нас получилось итак смотрим нажимаем грудь вот так у нас вылетает все хорошо теперь закрываем и у нас все вылетает без остатка теперь давайте сделаем реверс нашим направляющим выходим из символа play здесь аналогичная ситуация с этими направляющими заходим в них здесь нужно также продублировать вам анимацию после стопа то есть выделяем нашу анимацию копируем ее здесь копии после последнего триггера вставляем вот она у нас так вот назад проиграет триггер можно поставить на наши вот эти оффы направляющие у нас идет точнее первые у нас вот эти мы с вами подвинем сейчас потому что они проиграют в последнюю очередь да вот первый проиграет наш вот это вот направляющие мы ее здесь выделяем вставляем также копии вот где-то здесь мы вставляем так и здесь вставляем здесь надо офф то есть вот она у нас проиграла потом у нас исчезают эллипсы также здесь копии ползунок двигаем в конец этой анимации и пест так смотрим да и в конце им здесь также надо поставить офф так вот они у нас исчезли сначала так все наоборот у нас сначала исчезает вот это направляющие да поэтому ее мы двигаем к концу вообще концу эту анимацию мы двигаем ближе сюда потом у нас идут эллипсы двигаем вот сюда а эту двигаем сюда и от края получится что у нас уходит видно да направляющие первое потом эллипсы и потом эти две направляющие вот так уедут и стоп вот таким образом ставим здесь теперь в конце стоп и здесь ставим какой-нибудь лейбл например десятку ну и давайте попробуем повесить на close playback reverse stage палки 10 у нас тут опять небольшой косяк исчезают палки скорее всего из-за того что здесь я либо забыл поставить в конце первой анимации стоп давайте посмотрим еще раз итак смотрим теперь нажимаем крестик и у нас с вами все ушло еще такой момент я пропустил смотрите у нас здесь будет ссылка видите пальчик если мы с вами закрываем уходит объект а пальчик остается это как раз как я говорил тот самый объект он скрылся но не исчез и здесь нужно место стопа было поставить height заходим в символ play когда у нас идет обратная анимация вот кликом по последнему этому триггеру да здесь удаляем стоп и ставим просто height вот таким образом тогда у нас пальчика там не будет уходим из символа теперь нам остается сделать так чтобы у кнопки заливка также проигрывал обратно переходим в нашу кнопку смотрим что у нас тут здесь у нас стоп давайте просто попробуем здесь сделать play reverse а мы заходим именно в наш крестик close playback play reverse stage и у нас это кнопка 1 попробуем вот так оставить сработает или нет смотрим кнопка заполнилась цветом все проиграл жмем x и смотрим у нас сработал play reverse без всяких лейблов да и теперь соответственно сама кнопка close должна сама себя закрыть по нажатию по ней да и идем мы значит в close посмотрим что мы скажем мы скажем ей иди в ноль да стоп ноль заходим close open action playback stop stage и у нас close на ноль смотрим в браузере так я нажимаю на кнопку у нас все проиграл у нас все проиграл нажимаю крестик крестик закрылся и тут нету пальчика то есть он прям скрылся как надо здесь все скрылось и у нас мышцы осталось скрыть заходим в символ мышцы посмотрим что у нас там как можем тоже отправить на ноль да и на данном этапе видите у нас все сработало мышцы закрылись все закрылось и так думаю что наверное самое сложное позади осталось показать как я сделал так чтобы при нажатии на кнопку все остальное было скрыто да ну по сути это просто заглушка и покажу как сделал я показать все да кнопку и так давайте я убавлю немножко вот так вот наш стейч из дополнительных материалов я перебрался в нашу картиночку здесь важно выровнять ее также по той картиночке она должна быть именно сверху видно что она вроде не дергается здесь просто вам покажу соответственно эта картиночка мы заключаем также символ назовем ее например фон заходим нее в начале ей ставим наверно стоп вот она у нас появляется и тоже лейбл какой-нибудь и ставим здесь и здесь ставим ей он и чуть дальше ставим ей тоже наверно стоп вот она у нас появляется и тоже лейбл какой нибудь берем просто рисуем вот здесь вот например кнопку также я не буду здесь писать показать все здесь так понятно допустим эта кнопка будет делать нам включать ту картинку до показать все как вот в примере смотрите вот она показать все она просто включая да ту картинку которую мы сейчас с вами закинули я надеюсь вы уже догадались как это делается лейбл у нас 12 также здесь потом вы создадите крестик по аналогии этого крестика для этой кнопки показать все да ну и просто выделяем кнопку open action клик playback play stage и фон и у нас там по моему 12 лейбл так я кликаю вот пожалуйста видите все сработало то есть не буду я сейчас тратить ваше драгоценное время выписывать тут текста делать x для вас домашнее задание будет сделать крестик для этой кнопочки по аналогии нашего первого крестика на кнопке написать текст данный исходник который я делаю в уроке я приложу к уроку ну и теперь заглушка что касается заглушки вот смотрите я просто взял rectangle сделал его большим на всю сцену нашего на всю ширину нашего человека то есть там где все кнопки так вот сразу его в символ назовем например заглушка просто заглу заходим в него вот таким образом и он все равно у нас слой и он все равно закрывает у нас с вами все если мы пройдем с вами в браузер смотрите я уже не могу нажать ни на одну кнопку видно да такой же принцип используется на моем сайте на томе мышц заходим в символ заглушка и в начале и в начале же она у нас скрыта поэтому hide заглушка уже делали это с вами поэтому я здесь быстренько пробегусь и напротив шоу также ставим какой-нибудь лейбл и стоп вот и все давайте активируем ее вот эта заглушка она должна быть не в самом верху выше всех но не выше вот запомните именно close то есть вот эта кнопочка закрыть почему потому что по кнопке вот грудь мы активируем нашу заглушку но у нас появится крестик а крестик должен быть в любом случае выше заглушки мы же должны как-то закрыть всю анимацию и заглушку тоже чтобы человек мог кликать дальше на другие кнопки а если у нас заглушка будет в самом верху она заблокирует и close тоже и человек не сможет никуда нажать имейте это ввиду поэтому все кнопочки вот эти крестики закрыть они в самом верху а потом заглушка но заглушка выше кнопок грудь и так далее других мышц давайте активируем заглушку активируем ее с помощью кнопки грудь не забываем фон вот эти все где светятся мышцы с направляющими она у нас сам внизу выше основного человека ищем где наша кнопка заглушка захожу в action и play play stage заглушка и у нас там лейбл 17 и давайте посмотрим что у нас в браузере так смотрим только я нажал на кнопку обратите внимание пальчик превратился в курсор то есть включил заглушка я не могу воздействовать сюда но могу нажать на крестик и не могу нажать на эту кнопку и еще такой момент вот этот play все вот эти play они тоже должны быть наверху потому что иначе я не смогу нажать сюда теперь надо по крестику чтоб закрывал заглушка сделать идем в наш крестик open action playback stop stage заглушка и ее на ноль и соответственно play делаем тоже выше заглушки просто перетаскиваем так смотрим сейчас так не могу воздействовать больше на кнопку могу воздействовать сюда и на крестик посмотрите на кнопку не могу воздействовать нажимаю на крестик и я уже могу воздействовать опять на кнопку и на эту тоже вот так это работает что у меня с этим я подготовил отдельные страницы уже в программе adobe muse например отдельная была у меня страница для груди а потом сюда в анимацию просто вставил ссылку обычным уже способом вот наш play также open action клик и просто здесь вставил линк и сюда вставил уже заготовленную ссылку которую я сделал в мюзи проставил потом все ссылки итак у нас уже в принципе все готово как я уже говорил дальше объяснять смысл нет все остальные кнопки делаются по аналогии и что я сделал дальше я во первых я сначала save as сохранил дальше идем в файл publish publish сеттинг здесь вместо веб ставим вот этот animate второй пункт ставим здесь чекбоксы и нажимаем publish как и в предыдущей серии уроков когда мы с вами делали сайт именно в adobe h animate также захожу в папку где я сохранил только что проект у нас есть папка publish animate package и вот такой у нас файл с расширением oam это вся наша анимация которую мы сейчас с вами только что создали вот то есть это один файл и мы его переносим в adobe muse открываем adobe muse я открыл muse и просто вот так перетащил наш oam файла с анимацией потом кликнул выставил одну границу по рамкам а здесь просто поджал ее вот сюда и все и она у нас нормально встала если мы нажмем например предварительный просмотр страницы в браузере то здесь все прекрасно у нас вот эта анимация создана в engine animate сейчас мы ее открыли уже через muse здесь я уже не останавливаюсь как делать как работать в adobe muse это уже тема другого видеокурса самое главное самое основное я вам рассказал и я хочу вас поздравить и сказать вам спасибо за терпение что вы прошли весь мой видеокурс от начала до конца если после прохождения курса у вас остались вопросы вы всегда сможете задать мне на моем закрытом клиентском форуме а я желаю вам творческих успехов и удачи с вами был Федор Васильев до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч